Борьба с преступностью ведется не одно тысячелетие. Но несмотря на старания правоохранительных органов, в мире до сих пор остались группировки, которые вне закона. Уголовники держат под контролем промышленность, занимаются контрабандой и влияют на экономику государства. В нашем ролике представлены самые влиятельные банды и мафиози, оставившие след в истории. Итак, мы начинаем. 1. Франк Костелло. Уехал в Нью-Йорк в раннем возрасте, где быстро увлекся беззаконием, юноша вместе с другом занимался, организацией азартных игры и подпольной торговлей спиртным. Влияние Франка основывалось на объединении членов мафии с политиками. Прославился в 1936 году, когда арестовали Лаки Лучана, вскоре дорос до главы преступной семьи. В 1957 году враги совершили покушение, но мужчина после ранения восстановился, прожив еще 16 лет. 2. Джесси Джеймс. Стоял в первых рядах легендарных бандитов Европы. Джесси жил в эпоху ковбоев, участвовал в войне за независимость Америки. Некоторое время состоял в шайке Джеймс Янгер, нападал на поезда и кареты, занимался ограблением банков. Застрелен сообщником в 1882 году, когда повернулся поправить висящую картину. 3. Братья Крей. Братья-близнецы жили и работали в Лондоне. В середине 50-х ими создана банда The Firm, которая занималась убийствами, поджогами, шантажом. Крей открыли заведение, где давали концерты Гарланд и Синатра. Под стражу родственники попали в 1968 году. У второго из братьев обнаружили рак и выпустили за 8 недель до смерти, другого лечили от шизофрении. 4. Джон Дилинджер. Американец с юности творил беззаконие, угонял машины, крал соседских кур, занимался грабежом банков при Великой депрессии. Известно, что Джон отличался аморальным поведением, вступал в любовную связь с мачехой. Сотрудники ФБР считали преступника врагом общества один. На счету гангстера пара побегов из тюрьмы, правоохранительные органы разыскали беглеца и застрелили без предупреждения. 5. Бенджамин Шигель. Парень заработал прозвище Бакси благодаря странному характеру. Злодей организовал бутлегерство, убивал за вознаграждение, пребывая в Murder Incorporated. Помимо того, Бенджамин финансировал строительство казино Лас-Вегаса, дружил с артистами Грантом и Гейблом. Двойственность натуры Шигеля удивляла, криминал тесно связывался с высшим обществом. Конкуренты жестоко убили Бакси в 1947-м, изрешетив его пулями. 6. Ириберта Ласкана. Попадал в список самых опасных уголовников Мексики. Ириберта с 17 лет служил в армии, а позже участвовал в спецотряде по борьбе с наркокартелями. Через два года перешел на сторону отморозков, будучи завербованным организацией ГАЛФ. Ласкана отличался агрессией и кровавым насилием. Кличка Палач появилась после массовых расправ, где погибли 47 тысяч человек. 7. Винсент Джиганти. Прославленный авторитет среди мафиози с 17 лет находится в кругу преступников. Винсент прошел путь от крестного отца до советника. Руководил кланом после осуждения босса Салерна. Мужчина избегал ареста 40 лет, но в 1997-м ему присудили затяжное заключение. Даже находясь под стражей, итальянец раздавал указания с помощью сына. 8. Альберта Анастазия. Карьера злоумышленника началась с убийства грузчика в Бруклинском порту. Наказание Альберту пришлось отбывать недолго, и единственный свидетель загадочно скончался. Хладнокровный преступник вскоре пришел в шайку Массерия, но предал главаря и лишил того жизни. Гангстера в будущем не преследовали, но власти установили, что Анастазия был причастен еще к 400 смертям. В 1957 году уголовника ликвидировали в парикмахерской по просьбе Гамбина. 9. Джозеф Бонана. В 15 лет мальчик остался без родителей, через 4 года сбежал от режима Муссолини на Кубу, а затем в Америку, стал членом семьи Маранзана и взял псевдоним Джоан Бонаннос. Влиятельной бандитской группировкой Джозеф управлял 30 лет, достигнув статуса самого богатого мафиози. Уничтожить неприятелей не получилось, Бонана выкрали, продержав 19 суток, чтобы тот согласился отстраниться от дел. Выход автобиографии приковал внимание общества, и преступник отсидел один год. 10. Мейерландский. Иммигрант из Российской империи, придумал национальный преступный синдикат, незаконно торговал алкоголем. Еврей по происхождению отличался невероятной смекалкой и хитростью, удачно вовлекая в сомнительные сделки швейцарские банки. Мошенник дружил с влиятельными людьми, поэтому его боялись и уважали. 11. Карло Гамбина. Сицилиец, будучи подростком, занимался воровством и вымогательством, в дальнейшем принялся за бутлегерство. Карло убивал по заказу с 19 лет, чуть позже основал криминальную банду, состоящую из 40 команд. Мафиози контролировал такие объекты дохода, как аэропорт и пристань страны. Наркотический бизнес Гамбина не одобрял, считая, что дело рискованное. 12. Джон Готти. Юноша вместе с уличной шайкой промышлял воровством и угонным автомобилей. Спустя годы быстро влился в преступную среду и исполнял приказы гангстера Делакрочи. В начале 70-х правой рукой Готти выбрал друга Гравана, что стало роковой ошибкой. В 1992-м бывший соратник дал ФБР показания, что привело к пожизненному заключению Джона. 13. Пабло Эскобар. Колумбийский наркобарон прославился жестокостью и распространением кокаина по всем уголкам земного шара. Противозаконные действия Пабло начал с краш надгробий, перепродавая те с вытертыми надписями. Эскобар накапливал состояние с помощью фальшивых лотерейных билетов, рейкета и похищения людей. Заняв пост наркокартели, колумбийц заработал больше 15 миллиардов долларов. За годы противозаконности от рук авторитета пострадали чиновники, журналисты, прокуроры и судьи. 14. Чарльз Лучиано. Второе имя Лаки. Итальянец, придумавший новую теорию организованного бандитизма, основатель современной мафии. Лидер вел светский образ жизни, вызвал подозрения полиции, когда занимался организацией сутенерства. В годы Второй мировой войны американское командование обращалось получано за советом. После оказанной услуги гангстера выпустили на волю. 15. Аль Капоне. Самый знаменитый гангстер за все существование криминала до последнего момента выскальзывал из рук правосудия. Парни, играющего роль вышибалы в команде «Пять точек» прозвали «Лицо со шрамом». Могущественный мафиози характеризовался тщеславием, грубостью и дерзкими поступками. Оказался в тюрьме из-за глупости, уклоняясь от уплаты налогов. Продолжение следует... Продолжение следует...